которая звучит примерно так фазовые кривые и фазовые портреты не буду писать в носке слова фазовые кривые и фазовые портреты автономных систем на плоскости фазовые кривые фазовые портреты автономных систем на плоскость ну собственно фазовые портреты это так говоря формально это совокупность всех фазовых кривых мы с вами уже немножко об этом говорили вначале когда автономные системы пошли давайте на плоскости я напишу так более подробно на плоскости координаты будем обозначать не x1 и x2 а x и y чтобы индексы не писать вот у нас автономная система назовем ее звездочка будем предполагать что функции v1 v2 класса ck в области dk больше либо равно единице вот дальше будем всегда это предполагать я вначале когда мы начали изучать вообще фазовые системы в произвольном пространстве сказал что вот то что отсутствие времени в правой части оно влечет за собой разные следствия ну вроде того что у нас групповое свойство что если есть решение то сдвиг этого решения по времени тоже дает решение причем сдвиг на любую константу однопараметрическая группа симметрии получается это все было и вот для двумерных систем для двумерных систем вот такие соображения вкупе с соображением тем что существует теорема существования единственности есть оно приводит к следующему результату общему который я сформулирую без доказательств о нем говорил но сейчас давайте еще раз повторим что 3 кто фазовые кривые или же траектории это синонимы они бывают трех типов важный тип первой положение равновесия это когда одна точка то есть x равняется фи 1 от т равная константа c1 и или x равняется фи 2 от т т равняется константа c2 значит точка с координатами c1 и c2 на фазовой плоскости является одна точка является фазовой кривой называется положение равновесия или особые точки векторного поля это тогда и только тогда когда вот в этой точке обе компоненты в 1 от x и y равно нулю и в 2 от x и y равно нулю если вместо c1 c1 c2 подставить вместо x и y то должны быть нули вот так и что положение равновесия это первый тип второй тип циклы замкнутые кривые без самопересечений значит фазовые траектории автодомных систем не могут самопересекаться вот такого быть не может причем самопересекаться то что могут самопересекаться это относится и к многомерному случаю тоже это не только в разверности 2 но в многомерном случае могут быть такие узлы без самопересечений довольно хитрые которые не гомеоморфной окружности а на плоскости это дает кривую гомеоморфную окружности то есть срочный гомеоморфизм который ее переводит в окружность вот и третий тип это кривые которые 1 . вторая цикл замкнутая кривая третий тип это кривые которые гомеоморфный прямой R1. Они могут быть как неограниченными, причем неограниченными в обе стороны и в одну, так и могут быть ограниченными. Например, две особые точки из одной выходят, в другую входят. Вот такая вот дуга кривой конечной длины, она вот если посмотреть на ее длину, на эвклиновой плоскости, она конечна, но по времени это бесконечная жизнь как бы, потому что вот если вы возьмете какую-нибудь точку на ней, T0, и спросите, зададите вопрос, когда вы придете вот в эту точку, то ответ при T равное плюс бесконечности, потому что это замедление будет. А вопрос, когда, через сколько времени назад вы вышли из этой точки, ответ T равняется минус бесконечности, потому что удобнее, конечно, двигаться по времени, поэтому вот можно сделать так, если время T заменить на минус T, то стрелочка повернется в обратную сторону, то есть как бы идти в обратном времени. И тогда будет означать, что в эту точку вы тоже придете за бесконечное время. Вот такие бывают. Вот еще один тип, может быть такой пример, вот какая-то идет траектория, она не подходит к точке с касательным направлением, она к ней приближается, бесконечно наматываясь. Такое будет. И вот возникает следующий вопрос, какие он звучит, ну там на простом языке, как вообще ведут себя, что может, давайте так, может по-детски спросим, что может произойти с фазовой кривой в необозримом будущем? То есть это означает вопрос, конечно, необозримое будущее, это математически говоря, когда T стремится к плюс бесконечности. Давайте его сформулируем, значит, более формально, этот вопрос. Вот пусть у нас есть какая-то гамма фазовая кривая или траектория, это траектория, то есть, скажем, она задается двумя функциями, х равняется фе от Т, у равняется все от Т. Вот. И что будет, если мы Т устремим к плюс бесконечности? Ну, вопрос, что было, так сказать, бесконечно в прошлом, он сводится к вопросу про будущее, опять же, заменой Т на минус Т. Заменяя Т на минус Т, вы получаете систему, у которой здесь появляются минусы в правой части. Поэтому, значит, если вы про все системы ответ знаете, то вы знаете и про будущее, и про прошлое. Поэтому давайте говорить для определенности про будущее, для прошлого ответ будет тот же самый. Такое введем определение. Определение. Точка, точка Х большое, а, ну давайте не Х, а какую-нибудь буковку нейтральную. П. П с координатами, эту точку фазовой плоскости, скажем, с координатами Х со звездочкой, Y со звездочкой, называется предельной точкой, предельной точкой траектории гамма. Сейчас пишу траекторию просто для краткости, чтобы не два слова было одно. Точки траектории гамма. Давайте уточним омега предельной точки. Омега. Это омега означает, что Т стремится к плюс бесконечности. Омега предельной точки траектории гамма. Если существует такая последовательность, возрастающая последовательность ТН момента времени, ну, Н там от единицы до бесконечности, я не буду этого описать, ладно. Понятно, Т натуральные числа. Значит, возрастающая последовательность ТН плюс первой больше, чем ТН, такая, что ФИ от ТНТ, ЭПСИ от ТНТ, это сходится к координате Х звездочкой, а это к И звездочкой. То есть такие моменты, вот есть у вас точка, вот это П, вот где-то идет траектория гамма с возрастанием времени, вот какой-то момент Т1. Т1, ну, давайте я яичку, ну, Т1 напишу. Вот в Т1, когда сюда подставите Т1, вы получили точку такую. Значит, дальше у вас в какой-то момент Т2, значит, дальше у вас Т3 и так далее. Вот я рисую вариант, когда они приближаются, когда кривая наматывается. Если кривая, например, фраза кривая входит в точку, то вот эти моменты, точки, соответствующие этим моментам, они определены здесь. А может быть и более сложнее, может быть кривая уходит куда-то, потом возвращается, но это означает, что найдутся такие моменты, в которые вот эти вот точки кривой, они сходятся просто к этой точке. Ну, понятно, да? То есть, представьте себе, вы стоите, да, вот в этой точке стоит наблюдатель, а по этой траектории летает какой-то предмет. Он стоит не двигаясь, но прямо как в китайской этой мудрости, да, что ждать, пока в реке проплывут трупы врагов. Да, и периодически только этот труп, так сказать, все ближе и ближе. То есть, вот такая точка называется предельной точкой траектории гамма. У каждой траектории гамма можно рассмотреть множество предельных точек, омега предельных более точно. Вот, и тогда назовем, что омега предельное множество, омега предельное множество траектории гамма, обозначим его буковкой омега большая от гамма, это множество всех предельных точек траектории гамма. То есть, к чему, грубо говоря, гамма приближается с течением времени. Вот, вот это вопрос. Теперь, значит, здесь у нас возрастание было, да? И, а, ну давайте еще добавлю условия. Ну, естественно, оно тн-е стремится к плюс бесконечности. Вот, теперь, если в этом определении тн-е заменить на минус бесконечность, то это будет определение альфа предельной точки, и можно рассмотреть альфа от гамма множество всех, так, вот здесь омега предельных точек, а здесь альфа. Чем альфа от омега отличаются? Ну, понятно, просто направлением времени. То оно возрастает, то оно, наоборот, убывает. Почему такие названия альфа и омега? Потому что первые и последние буквы греческого алфавита. Сначала и конец. Вот. Давайте остановимся на омега предельных точках, потому что про альфа все одно и то же. Поэтому можно уже отныне не писать никакую букву. То есть под предельными точками будем для определенности подразумевать альфа предельные точки и... Прошу прощения, омега предельные точки и омега предельные множества. Итак, вопрос задан. Теперь как выглядят вот такие множества? И на него можно дать ответ. Ну, это я тоже дам без доказательств. Значит, есть такая теорема Пуанкаре-Бендексона, которую я сформулирую, наверное, в простейшей формулировке. Значит, теорема Пуанкаре-Бендексона. Пуанкаре-Бендексона, это шведский. Кажется, шведский. Что? На. Тематика. Значит, пусть... Пусть... Выполнено, во-первых, то, что здесь написано, и это в теореме повторять не буду, что правая часть автономной системы класса не ниже, чем С1 в данной области гамма. И пусть траектория гамма, системы звездочка, при Т больше, либо равно, чем какой-нибудь Т0 входит в область Д, в которой правая часть класса не меньше, чем С1. И в область Д содержит область Д содержащую содержащую не более, чем не более, чем конечное число особых точек. Давайте расшифруем. Значит, вот область Д, вот в какой-то момент Т0 траектория гамма вошла туда, начиная с Т0, ну, там можно строгое неравенство, можно нестрогое оставить, как хотите. И вошла означает, что она дальше остается в этой области, не покидает ее. Входит в область, имеется в виду, что входит навсегда. Содержащую не более, чем конечное число особых точек. Да, и область Д ограниченная. Область Д ограничена. Это я не написал сверху. Значит, в ограниченную область, содержащую не более, чем конечное число особых точек. Тогда тогда омега-предельное множество траекторий гаммы может иметь одно из трех видов. Это либо особая точка особая точка либо цикл замкнутая траектория либо третий вариант, с которым мы еще не встречались полицикл 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 это такая конструкция это некий такой аналог его еще называют сепаратристный многоугольник. Значит, это аналог обычного многоугольника в следующем виде. У многоугольника должны быть во-первых вершины. что такое полицикл полицикл это совокупность конечного числа особых точек ну их по условию не более чем конечное число значит, поэтому здесь тоже и они соединены друг с другом вот такими траекториями которые играют роль сторон этого многоугольника вот еще такое бывает вот допустим одна траектория называются гетероклинические потому что они входят из одной точки входит в другой бывают гомоклинические траектории вот такая может быть конструкция одна особая точка из нее выходит траектория заворачивается и входит сюда вот и такая же аналогичная штука с этой стороны вот такая вот восьмерка не будете ни в коем случае это с самопересечением одной траектории то что я вначале сказал что это не бывает здесь-то это одна траектория у которой однофазовая кривая у которой вот эта точка не особая потому что особая точка вот если попадается особая точка она не может лежать на фазовой кривой потому что она сама по себе она ее рвет на часть и только половинки лучи являются траекториями то есть здесь речь шла о гладкой линии такого быть у автономных систем не может у неавтономных может такое быть самопересечение в разные моменты времени сколько угодно пожалуйста У автономных не может, потому что от времени правая часть не зависит А вот такая картинка у автономных систем может быть Значит, вот это один пример полицикла, вот другой пример полицикла Ну, давайте, сейчас я покажу конкретный пример, вот, скажем, с этим полициклом Чтобы вы поняли, что это не выдумка, а действительно бывает такое Ну, как вот тогда намат, вот покажем, что это омега предельное множество Ну, если особая точка, как я уже говорил, пожалуйста, вот эта траектория гамма Входит в нее, скажем, с касательным направлением Либо входит в нее без касательного направления, неограниченно заворачиваясь Вот, например, два примера, когда омега предельное множество это точка Значит, если цикл, вот вам, пожалуйста, пример Гамма находится снаружи и вот так вот наматывается на цикл Значит, гамма это вот эта вот спираль такая Которая я просто дальше не продолжил, она будет вот наматываться на него А омега от гамма это сам цикл Наматываться можно и изнутри Тоже Вот, и теперь полицикл Перейдем на эту часть доски Гамма может так вот себя вести Вот она вот на этот полицикл Вот так вот наматывается Как будто это просто единая заплутая кривая И вот здесь такая штука Вот такой, ну, здесь я слишком близко нарисовал Так она сюда проходит Сюда проходит И вот так вот наматывается Чтобы вы убедились, что такое, например, бывает Давайте приведем конкретный пример С помощью знаний первого интеграла И что такое гаммельтоновая система Это делается просто в лед Вот вам пример простейшего полицикла Который называется восьмерка Рассмотрим гаммельтоновую систему на плоскости dH по dY Y с точкой минус dH по dX Значит, функция h от двух переменных Очевидно, что h является первым интегралом Такой системы Ну, просто достаточно производную липу считать И будет ноль И поэтому фазовые кривые такой системы Задаются вот этим вот уравнением Это, кстати, вспоминаем ровно то Что вы делали, когда в прошлом семестре Интегрирующий множитель искали Вы умножали исходное поле на такое μ Что оно становится гаммельтоновым А условиям, необходимым и достаточным для этого Ну, в терминах один форм Это точные замкнутые формы А в терминах, ну, скажем, более физических Это было то, что дивергенция поля должна быть равна нулю Физически означает, что фазовый поток несжимаемый Сохраняет фазовый объем И тогда у вас автоматически система была гаммельтоновая Значит, на плоскости гаммельтоновые системы Не всегда живут в пространствах четной размерности Не бывает гаммельтоновой системы в пространстве нечетной размерности Вот, то есть у нее всегда должно быть число таких уравнений Совпадать с числом таких И вот эта вот размерность 2N N называется числом степеней свободы И всегда, то есть на плоскости гаммельтоновость просто эквивалентна несжимаемости А вот в размерности выше 2, там нет Там несжимаемость необходима для гаммельтоновости, но недостаточно Тут вот такая аналогия, например, знаете, очень мне нравится аналогия с ортогональными матрицами или преобразованиями Необходимым условием ортогональности является то, что определитель равен плюс-минус 1 В случае, когда матрица имеет порядок 1, это условие необходимое и достаточное на прямой Что такое ортогональное определение прямой, кто ее сохраняет? Это плюс-минус 1 Значит, там это вот в малой размерности это совпадает просто А вот в старших размерностях, размерности больше единицы Уже ортогональность это намного более сильное условие, чем просто определитель плюс-минус 1 Так же и с гаммельтоновостью Значит, если, я не знаю, говорил я на лекциях про гаммельтоновую систему Вот как они выглядят в общем случае Нужно просто X считать, что X это набор X1, XN Y это набор Y1, YN В физике, кстати, они обозначают вместо X пишут Q И это координаты точек Или ни одной точки Если одной точки, то это 2 или 3 в зависимости от того, в каком пространстве А если это вот какая-то у вас конфигурация, там планет То это 3 умножить на число участников конфигурации То есть, если у вас там 8 планет, 8, 3, 24 уже Вот, а это Y вместо Y пишут букву P Это скорость или импульс, обобщенная скорость Вот, ну, поэтому, видите, получается одинаковая размерность Она удваивается И здесь надо просто поставить индекс Y везде Вот, вот это гаммельтоновая система общего вида С числом степеней свободы равной N Ну вот, мы вернемся к нашему случаю И сотрем, потому что у нас N равно 1 сейчас И нарисуем просто линии уровня функции H Так, чтобы у нас вот это 8 получился полицикл 8 Догадываетесь, удобно нарисовать в трехмерном пространстве Плоскость XY нарисовать горизонтальную А здесь написать какую-нибудь букву, ну, скажем, Z И нарисовать график функции Z равняется H от XY Тогда очень наглядно будет Вы будете сечь эту поверхность плоскостями Z равно константа И то, что получилось в сечении, проектировать вниз Ну, это стандартно было в анализе, наверное, 100 раз И в геометрии Собственно, в аналитической геометрии Это применяется часто, чтобы нарисовать поверхность Ну, вот давайте рассмотрим, например, вот такую штуку Давайте, значит, потренируемся сначала Если поверхность, сейчас это еще не совсем то будет Тренировка Если поверхность вот такая напоминает чашку Ну, это, например, там Этот самый Эллиптический параболоид, может быть, да? Вот такой, значит, X квадрат плюс Y квадрат Вот что-нибудь такое Или там X четвертый плюс Y четвертый Вот вы будете так сечь У вас будут получаться такие замкнутые Замкнутые кривые циклы Семейство цикл А здесь у вас, когда через критическую точку Через меню проходит Получается особая точка Так что вот такое семейство получается вот так Теперь, если мы нарисуем Нарисуем седло Гиперболически параболоид И вот так будем его рассекать У нас картинка будет Поинтереснее Когда мы перейдем через критическую точку Пройдем плоскостью У нас получится две прямых сечения Да? А когда мы будем рассекать вот Выше или ниже У нас, если выше, у нас будут вот такие Вот гиперболы получаться А ниже, соответственно, вот такие Тоже картинка, знакомая вам Из анализа, да? Критическая точка функции Не являющая ни максимум Ни седло Вот, а теперь Сделаем так У нас здесь на самом деле Вот одна критическая точка Нависована Кстати, видно, что это седло и есть Да? Сравнив с этими А здесь обязательно Внутри цикла всегда есть Особая точка Это следующая теорема Которую я скажу потом Вот А здесь будут такие вот Замкнутые Замкнутые Траектории цикла Здесь семейство циклов То есть надо нарисовать С тремя особыми точками Давайте нарисуем Нарисуем Значит, нам нужно нарисовать Что-то вот такого типа Здесь Локальный минимум Здесь седло Здесь другое Локальный минимум И вот это вот Вот такая вот поверхность Вот один локальный минимум Вот второй Вот седло И давайте ее Рассекать разными Линиями Z равняется константой Я снизу вверх Значит, здесь Самый нижний До того пустое множество Здесь у нас Получилась Одна точка Поднимаемся Чуть повыше Сечения Такие вот Замкнутые Траектории Вот это мы здесь Находимся С вами Вот они Замкнутые Траектории До тех пор Пока Мы Не Дойдем До вот этого места Значит, в этом Траектории У нас получится Какая-то Замкнутая Траектория Здесь И точка Вот здесь Я Нарисовал Нарисовал Симметричную Картину Ну, почти Симметричную Здесь А здесь Нарисовал Несимметричную Можно было Вот эту Ну, несимметричную Лучше Она как бы Более общая Если бы я Вот эту Левое Вот это Вымя Протянул бы ниже У нас бы, так сказать Было больше Похоже Зато они Так сказать Разного размера Немножко будут Ну, давайте Это рисовать Значит, здесь у нас Что? Здесь у нас Вот такая Вот Потом здесь мы Получаем В одном сечении Очередную Замкнутую Траекторию Здесь И точечку Здесь Дальше Поехали Дальше у нас Получаются Здесь точки А здесь Продолжаем Замкнутые Линии Ух Давайте я Перейду На больше Так сказать Простор Потому что Надо было Габельтонному Систему Стереть И рисовать Выше Давайте я повторю Это дело И быстренько Уже нарисую Без особых Комментариев Потому что Наверное И так Все понятно Вот эти Вот Сечения Такие И вот здесь У нас Где-то Точка такая Значит Здесь у нас Вот 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 Здесь у нас Тоже Сечения Вот такие Дальше Вот Так Рисуем Такие Такие И Наконец Прошли Сечением Задела Седловую Точку Значит Вот эти Кривые Стали Иметь Вот Такой Вот Вид Они Вытянулись И Превратились В половинки Восьмерки Вот Они Здесь Здесь уже Не гладкая Будет А С направлениями Но Вы Знаете Как Выглядит Сечение В окрестности Седла Дальше Пошли Снова Выше Сечение Брать И дальше У нас Пошли Вот такие Вот Замкнутые Траектории Вот Значит Я Смотрите В чем Отличие От этого Рисунка Восьмерка Получилась Я вам хотел Подемонстрировать Что такой Полицикл Действительно Бывает Я это Надеюсь Сделал Да Но Здесь Его окружают Семейство Замкнутых Траекторий А здесь Я сказал Что на него Навиваются Да Вот Вот в чем Разница Вот Вот Чтобы показать Пример Когда навиваются Гамильтоновая Система Не годится Ее нужно Немножко Испортить Сделать Не гамильтоновой Вот почему Когда мы Вот так Вот навиваемся На полицикл Это автоматически Означает Что в окрестности Полицикла Нет первого Интеграла Соответственно Гамильтоновой Системой Это задать Нельзя Ее нужно Испортить Добавив Какой нибудь Добавочек К первому Или ко второму Уравнению Или к обоим Почему нет Первого интеграла Вот такое же Очевидное Соображение Как почему Нет первого Интеграла В окрестности Точки Заполненной Целиком Запнутыми Кривыми Фу Боже Здесь Я прошу Здесь первый Интеграл Есть конечно Вот он Как в окрестности Точки На которой Навиваются Траектории Вот эти Потому что Смотрите Что это означает Это означает Что вот Вы берете Одну точку Вы берете Любую другую Точку Даже можете Далеко взять Все равно Через нее Пойдет спираль На каждой Спиралей Значение Функции Постоянно Функция Непрерывно А спирали Неограниченно Приближаются К положению Равновесия Это значит Что значение Функции В положении Равновесия Равно Значению На каждой Спирали По непрерывности И это означает Автоматически Что на всех Спиралях Одно и то же Значение А спирали Заполняют Все Поэтому Это означает Что функция Констант Она не Первый интеграл Вот А здесь Как раз Когда семейство Запнутых Первый Играл Может быть Вот Пожалуйста Что нибудь Типа Х квадрат Плюс У Квадрат Вот Здесь Такого Нет Потому что Здесь Вот эти Запнутые Траектории На каждой Из них Своя Константа Но они Не подходят К этой Одной Точке У них Нет Общей Предельной Точки А здесь Есть Поэтому В окрестности Вот такой Точки В окрестности Точки В которую Например Входят Лучи Или Наоборот Выходят Из нее Это без разницы Направление Ни на что Не влияет Это просто Куда вы Время Повернете Здесь Первого Интеграла Нет Вот Давайте Может быть Еще Потренируемся С этим Примером Вот Такую Конфигурацию Тоже Войдем Значит Вот Такое Вот Поле Пример Х Точкой Равняется Х Игрик Точкой Равняется Игрик Очень Простое Решите Очень Легко Это Какая-то Х Равняется С1 На Е В степени Т Это С2 На Е В степени Т Каждое Уравнение Решается Поэтому Отсюда Видно Какие Вообще Первые Интегралы Здесь Можно Предложить Ну давайте До плоскости Х Игрик Возьмем Допустим Точку Какую Положение Равновесия В нуле Давайте Возьмем Любую точку Например Где Х Не равно Нулю Вот Какой Это Тогда я могу Предложить Два первых Интеграла И Один Равняется Игрик Поделить На Х Игрик Два А Одномерное Все Один Первый Интеграл Конечно Это Я что-то подумал Что у меня еще З Здесь Нет Нет Я что-то Сегодня Влажаю Значит Не трехмерный Случай Двумерный Значит Двумерный Случай Один Первый Интеграл Игрик Поделить На Х Если У нас Допустим Точка Где Х Равняется Нулю Ну вот Скажем Лежит Правильно И только В точке Где Оба Они Обращаются В нуль Эта форма И это Не обратная Формула Ничего Хорошего Не дадут Так вот Вот В этой Точке Где Х Игрик Обращаются В нуль Вообще Первый Интеграл В принципе Быть Не может Легко Доказать Давайте Нарисуем Фазовые Кривые Какие Сама Точка И все Лучи Которые Из нее Исходят Вот Такое Вот Солнышко И Чтобы лучи Были направлены Туда Достаточно Было бы Поставить Здесь И здесь По минусу Что Эквивалент На обращение Времени Так вот Опять же Тоже Восуждение Здесь В окрестности Содержащей Начало Координат Не может Быть Первая Интеграла Берем Какую Нибудь Точку А Берем Точку Б Через А Проходит Вот Тот Единственный Луч Который Является Фазовой Кривой Содержащей Эту точку На нем Интеграл Постоянен Значит Значение И от А Какое-то Оно Луч Неограниченно Проближается Начало Координат Оно Равно И от Нуля По непрерывности И то же самое С точкой Б И от Б Равняется И от Нуля Значит Значение Первого Интеграла В любых Двух Точках Одинаково То есть Он Торжественно Констант Вот Теперь Если вы Посмотрите На эту Ситуацию То есть Здесь Это Все Работает Если Вот Эти Траектории Наматывающиеся Заполняют Какую-то Окрестность Полицикла То В этой Окрестности Первый Интеграл Может быть Только Константой Но Мы Исключили Этот Случай Поскольку Очевиден И Неинтересен Поэтому Я С помощью Габельтоновой Системы Вам Построил Только Полицикл Типа Восьмерка Но Не мог построить Случай Когда На него Наматывается Траектория Гамма Для которой Он Является Омега Предельным Множеством Но Это Более Сложно Наверное Такой Пример Мы Строить Не Будем Так Ну И так Ну Как Получить Полициклы Вот Такого Вот Вида Вы Наверное Понимаете Да Можно Взять Функцию Проще Всего У Которой Всякие Там Точки Точки Перегиба Седловые Точки Находятся Проще Всего На одном И том Же Уровне Ее Рассечь Тогда У вас Автоматически Получатся Вот Такие Вот Значит Чтобы Получить Вот Такой Полицикл Вот Восьмерку Получили С помощью Вот Такого Гамильтониана А здесь Нужно Сделать Похитрее Здесь У вас Должно Быть У этой Функции У графика Его Надо Продолжить У него Должно Быть Несколько Седловых Точек Ну Ровно Столь Сколько Здесь Вершин Этого Полицикла И Они Должны Располагаться На Одной Высоте То есть Вот Здесь Значит Такая Вот Сочка И так Далее И тогда Когда Вы Рассечете Не Их А поверхность Графика Функции У вас Что Получится У вас Получится Именно Такая Картинка У вас Получатся Вот Эти Вот Точки А Их Будут Соединять Какие Отрезки Кривых Ну Хорошо Значит С этим Мы Познакомились Теперь Это Такие Сведения Довольно Общего Характера Они Касаются Двумерных Систем На Плоскости Ну И не Только На Плоскости Например Также На Сфере Это Все Верно Теорема Под Караби Дексона Верно На Сфере Если Вы Будете Осматривать Векторные Поля Ведь Векторные Поля Можно Осматривать На Любом Гладком Многообразии То есть На Том Что Имеет В каждой Точке Касательное Пространство Мы же Просто Берем Вектор Прикладываем Значит Можно И на Сфере Рассматривать На Сфере Тоже Это Верно А Вот Например Ну Не Надо Думать Что Это Верно Вообще Везде Вот Например На Торе Это Уже Не Так У Тора Другая Эллиновая Характеристика Это Все Меняет На Торе Бывают Такие Замечательные Вещи Значит На Торе Например Может быть Такая Вот Спираль Которая После Какого-то Числа Витков Замыкается Это Раз А Может быть Спираль Которая Не Замыкается Никогда И В этом Случа Вот Эта Спираль Эта Спираль Образует На Торе Всюду Плотное Множество То есть Омега Предельным Множеством Не Замкнутой Спирали Является Весь Тор Все Фазовое Пространство А Мы Такого Говорили Что Такого Не Бывает Помните Омега Предельные Точки Это Положение Равновесия Цикл Либо Полицикл А вот Тор Дает Контр Пример Когда Не Замкнутая Спираль У нее Омега Предельное Множество Это Весь Торе Есть То есть В любой И каждая Траектория В окрестности Этой Точки Сколь Угодно Раз Пройдет Вот Такая Вот Ситуация Поэтому Здесь Именно Результат Такой Он Учитывает Топологию Но Поскольку Мы Доказательства Не Лесим То Мы Особенно Этого Разбирать Не Будем Так Теперь Наша Цель Такая Более Практическая Посмотреть Какие В основном Подчеркиваю В основном Бывают Особые Точки У Автономных Систем На Плоскости Что Такое В основном Я Конечно Уточню Значит Давайте Сейчас Мы Живем На Плоскости Вот Это Предположение Всегда Будем Считать Верным Поэтому Я Его Вытру Но Запомнить Его Нужно И Начнем Мы С Такой Вот Вещи Частного Случа Когда Векторные Поля Линейные То есть Они Имеют Вид А1 Х Плюс Б1 Игрек А2 Х Плюс Б2 Игрек Вот Рассмотрим Сначала Частный Случай Линейных А потом С его Помощью Рассмотрим Случай Нелинейных Наверное Вы догадались Как Потому что Это Общий Прием Нелинейные В малой Окрестности Приблизить С помощью Линейного Это Основа Анализа На чем Весь Анализ Стоит Начнем С линейного Естественно Тут Возникает Матрица А Матрица А Ну Системы Такие В принципе Вы Решать Умеете Вы Помните Из Прошлого Семестра Что Полезно Матрицу А Приводить К Жордановой Форме Вот И Соответственно Этим Все И Определяется Давайте Мы Сделаем Так Мы Предположим Что Мы Вот Уже Применили То Линейное Преобразование Которое Матрицу А Приводит Жордановой Форме И Новые Координаты Снова Назвали Буквами XY Поэтому Мы Должны Осмотреть Случаи Какие Значит Случаи Когда А Диагонально Диагонально Когда А Да И Собственно Когда А Когда Комплект Когда У него Пара Комплектов Сопряженных Нам Удобно Написать Так Вещественную Форму Вот Два Таких Случа А Эти Случа В свою Очередь Разделим На Несколько Других Значит Первый Собственное Значение Лямбда 1 Лямбда 2 Либо Оба Положительных Либо Оба Отрицательных Давайте Напишу Так Что Они Вещественные И Их Произведение Больше Нуля Значит Это Будет Как раз Включать И то И другое Оба Положительных Оба Отрицательных Вот Давайте Я Сразу Буду Писать Название Название Типа Фазового Портрета Который Вокруг Особой Точки Возникает Да Но Особая Точка Здесь Давайте Сразу Договоримся Что У нас Будем Осматривать Материцу А Невырожденную Чтобы об этом Отдельно Не говорить Можно конечно И вырожденную Рассмотреть Но это Нам Не очень Интересно Рассматриваем Невырожденную Соответственно Особая Точка Только Одна Начало Координат Правильно Вот Поэтому Рассматриваем Матрицу Невырожденную Собственные Значения Не нулевые И Тогда Будет Такая Классификация Начало Координат Называется Тогда Узлом Узел Узел Что это Такое Я расшифрую После Второе Лямбда Один Лямбда Два И давайте Еще Здесь я Напишу Сюда Уточнение Такое Что Лямбда Один Не равно Лямбда Два Потому что Есть под Случай Когда Значит Под Случай Под Случай Случай Когда Лямбда Один Равно Лямбда Два Это Тоже Узел Только С Добавлениями Эпитетами Вырожденный Вырожденный Или Декретический Узел Декретический Узел Значит Вырожденный Соответствует Когда У нас Одна Жорданова Клетка Лямбда Один Ноль Лямбда Лямбда Один Равно Лямбда Два И обозначил Лямбда Вот А декретический Когда у нас Две Две Ну Когда Диагонализуем Проще сказать Вот Вы Помните Я надеюсь Из лейнанги Что Когда Собственные Значения Совпадают Там Бывают Два Случа Либо Такой Либо Такой Вот в этом Случай Принято Называть Вырожденный А в этом Декретический Так Значит Под случай Одного Мы разобрали Когда мы говорим Просто узел Ну Будем иметь ввиду Вот такой С этим Условием Его еще иногда Называют Невырожденный Чтобы вот это Подчеркнуть Говорят Что это Невырожденный Узел Так Второе Условие Второй Случай Лямбда Один Лямбда Два Вещественные Но их Произведения Меньше То есть У них Разные Знаки Это Так Называемое Седло Седло Третий Случай Переходим К Комплексным Собственным Значениям Значит Лямбда Один Лямбда Два Равны Альфа Плюс Минус И Бета В этом Случай Бета Всегда Не Равно Нулю Ну Потому Что Иначе Мы В первый Случай Попали Да Вот А Первый Случай Когда Альфа Не Равно Нулю Это Называется Фокус Фокус И Четвертый Случай Когда Альфа Четвертый Это Частый Случай Третьего Когда Альфа Равно Нулю Лямбда Один Два Равняется Плюс Минус И Бета Это Называется Центр Центр Значит И в третьем И в четвертом Случае Я предполагаю Что бета Не равно Нулю Всегда Поскольку Иначе Мы попали Вот В первой Правильно Теперь Давайте Исследовать Что Во всех Этих Случаях У нас Будет Давайте Начнем Скажем С Узла Узел Значит Для Первое Узел Давайте Для Определенности Будем Считать Что Лямбда Один И Лямбда Два Оба Положительных Потому Что Когда Оба Отрицательных Чем Отличается Просто Направлением Движения По ним А Сами Фазовые Кривые Те же И Еще Будем Считать Что Лямбда Два Больше Чем Лямбда Один Значит Вот Это Невырожденность Узла Это Мы Невырождены Они Невырождены Просто Невырождены Значит Они Неравны Мы Всегда Их Можем Так Переименовать Перемен на Их Игрек Что Лямбда Два Будет Больше Что Мы В этом Случае Имеем Тогда У нас Система После Перехода К Шардановым Координатам Имеет Вид Их С точкой Равняется Лямбда Один Икс Игрек С точкой Равняется Лямбда Два Игрек И После Умножения Умножения Правой Часть На Единица Деленная На Лямбда 1 Умножение Другими словами У нас Получится Икс С точкой Равняется Икс Игрек С точкой Равняется Какую бы нам Букву Для отношения Лямбда 2 К Лямбда 1 Выбрать Я бы Выбрал Альфа Но мне Не хочется Чтобы она Напоминала Те Альфа Которые В комплексном Случае Может быть Просто Лямбду Давайте Просто Лямбду Значит Лямбду В данном Случае Это отношение Лямбда 2 К Лямбда 1 Значит Это Лямбда Игрек Чтобы Немножко Упростить Значит Чем Отличаются Опять Такие Системы У них Фазовые Кривые Совпадают Отличается Только Опять Ж Скорость Движения По ним Ну Они же Легко Интегрируются Правильно А тем более Раз нам Надо просто Нарисовать На плоскости Икс Игрек Там Вообще От Т Можно Избавиться Мы Игрек С точкой Поделим На Икс Точкой И у нас Будет Д игрек По Д икс Как мы Неоднократно С вами Собственно Делали На семинарах И это Будет Равно Лямбда Умножить На Игрек Деленый На Икс Да Вот А это Решить То Просто Довольно Вот Например Если В области Игрек Икс Игрек Больше Нуля Давайте Эту четверть Рассмотрим Да Ну Во-первых Отсюда Вид Ну А Давайте Ну Окей Я даже Не знаю Как проще Либо же Написать Что Отсюда Решение Икс Равняется С1 Е В тепени Т Давайте Оба способа Используем Игрек Равняется С2 Е В тепени Лямбда Т Значит Отсюда Что следует Из этого Уравнения Из этих Формул Какая связь Если избавиться Смотрите В чем Как бы Смысл Мы избавляемся От Т Мы ищем Зависимость Игрек От Х Здесь мы избавились От Т Поделив В дифференциальном Уравнении А здесь мы Проинтегрировали А теперь Избавимся От Т Подставив Е в степени Т Значит сюда В любом случае У нас будет Ну скажем Для простоты В области Х Игрек Больше Нуля Когда все Положительное Игрек Равняется Константа К На Икс В степени Лямбда Правильно? Вот если Вот эту функцию Продифференцируете По Х И поставите сюда Это будет Одно и то же Если вы здесь Исключите Т из этих уравнений Это будет Та же самая Формула Значит Поэтому Как выглядят У нас Фазовые кривые Во-первых Смотрите Рисуем Рисуночек Вот у нас Наша Плоскость Икс Игрек Во-первых Заметим Что У нас Есть Фазовая Кривая Игрек Равно Нулю Ну если быть точным У нас есть Положение Равновесия И есть Две Фазовых Кривых На которых Игрек Равен Нулю Это вот Такие Вот Лучи Которые Отходят Сюда Как Они Получаются Когда Вы В этой Формуле С2 Ставите Равные Нулю Они же Поизвольные Константы С2 А Равен Нулю Игрек Не Меняется Вот А С1 Не Равно Нулю Тогда При С1 Положительном Получается Вот Такое А При С1 Отрицательном Получается Вот Такое Правильно Значит Вот У нас Получилось Что Ось Иксов Состоит Из Трех Фазовых Крывок Начало Координат Фазовая Крыва Отдельная И два Таких Лучка С Осью Игрек Обстоит То же Самое Теперь Теперь Мы С1 Кладем Равно Нулю С2 Не Равно Нулю При Положительном С2 У нас Вот этот Луч При Отрицательном Вот Так По теориям Существования Единственной Значит У нас Все остальные Траектории Лежат Целиком В одном Из этих Четырех Квадрантов Они могут Пересекаться Правильно Вот Рассмотрим Вот этот Квадрат Значит Как они Выглядят Но они Похожи На ветви параболы Если Лямбда У нас Больше нуля О Больше единицы Больше нуля Это всегда Мы Мы Выбрали Лямбда 2 Больше Лямбда 1 Значит Лямбда А лямбда Это Что-то я Стер Это Лямбда 2 Поделить На Лямбда 1 Значит Штука Больше Единицы Они Выглядят Как Параболы Ну Например Если Лямбда Равна Двойка Это Действительно Настоящие Ветви Параболы Вот как Они Выглядят Это Такие Куски Параболы Которые Идут Вот С Таким Вот Касанием Здесь Понятно Да В остальных Квадрантах Как Сообразить Как Да Просто Сделать Зеркальное Отражение То бишь Всякие Модули Там Навесить Я уж Не буду В детали Скучно Влезать Просто Здесь Действительно Все Симметрично Если Вы Посмотрите На само Уравнение Если Вы Их Ничего Не поменяется Потому что Минус Здесь Минус Здесь Игрек То есть Картинка Полностью Симметричная Достаточно Положительный Квадрант Почему Положительный Мне заходить Да Чтобы Модули Не ставить Вот И Остальное Все Будет Зеркально Отражаться Вот Ну и Точно Так же Значит Так Выглядит Невырожденный Узел В Координатах Жордановых Вот Ну Какой Невырожденный Узел Он Имеет Бесконечное Число Траекторий Которые Можно Сказать Так Входят В узел При Времени Убывающем Тремятся Неограниченных Невырожденный Убывающим А при Возрастающем Наоборот Разбегаются Вот И они Среди Этих Траекторий Бесконечное Семейство С общим Касательным Отправлением Которое Касается Вот Что такое Геометрические Вот эти Оси Здесь Относительно Исходных Координат Это Собственные Значения Собственные Направления Это же Собственные Направления Когда мы С вами Матрицу Вот это вот Приводили К Жордановой Форме То Собственные Направления У нас И стали Координатными Осями В новой Системе Правильно И это В этом Смысл Чтобы Матрица Была Жорданной Формой Нужно В качестве Координатных Осей Взять Собственные Направления Как учит Ленин Алгебра Значит Если у нас Рисовать Эта картинка В исходной Системе Она будет Как-то Подведывата Какому-то Линейному Преобразованию Они будут Не обязательно Автогональны Они как-то Могут Сжаться Ну Линейное Преобразование Вот Имеется Бесконечное Число Траекторий Которые Вот При подходе К этой Точке Касаются Какого Собственного Значения Первого Или второго Х Это у которого Лямбда Один Лямбда Один Это то Которого Модуль Меньше Ну Здесь Модуль У нас В положительном Случае Совпадает С Числом Значит То Которое Меньше А вот О О Игрик Это Соответствует Собственному Направлению Для Лямбда Два И там Только Одна Ну Точнее Три Фазовых Кривых Которые Вместе Составляют Одну Линию Вот Вот так Выглядит Узел Значит В исходных Координатах Теперь Икс Игрик Это было Может быть Вот так Вот Например Направление Которое Соответствует Лямбда Один Меньшему Вот Направление Которое Соответствует Лямбда Два Вот Эта Точка И вот Такое Значит Семейство Выходит С касанием Того Направления У которого Собственное Значение Лямбда Один И Вот Это Под ненулевым Углом Их Пересекает Вот так Выглядит Узел В координатах Исходных Не жардановых Теперь Осталось Такое Замечание Сделать В основном Случае Когда Лямбда Один Лямбда Два Меньше Нуля Что Поменяется Поменяется Только Лишь Направление Вот этих Стрелочек На Противоположное Они Все Будут Идти К Не От Положения А К Нему И Тогда Условия Что Все Касаются Меньшего Все Все Они Ну Почти Все Они Почти Все Они Касаются Направления С меньшим Собственным Значением Надо Заменить На С тем У которого Меньший Модуль Оно Еще Называется Главным Направлением Потому что Почти Все Траектории Имеют Касание Именно С ним Значит То Собственное Направление У которого Собственное Число Меньше По модулю Является Главным А то Которое Больше Только Вот Две Фазовые Кривые Входят С ним Касание Так Выглядит Узел Еще Терминология Вот При положительных Собственных Значениях Узел Называется Неустойчивый Объяснение Такое Что Если Вы Находитесь В положении Равновесия Вы Вечно Там Будете Находиться Правильно На то Оно И есть Положение Равновесия Точка Покоя Можно Добавить Точка Вечного Покоя Но Если Вы Чуть Чуть Сместитесь Хоть На Говоря Таким Техническим Языком Хоть Там На Ангстрем Да Вас Уже Это Фразовый Поток Понесет Оттуда С ускоряющейся Скоростью Значит Вы Слетите Это Как Автомобиль Стоящий На Гладкой Горке Такой Ледяной Чуть Чуть Толкнуть Он Улетит Поэтому Это Называется Неустойчивый Узел А Если Стрелки Были Сюда То Они Отрицательные Наоборот Он Устойчив Предположим Вы его Чуть Чуть Сместили А Само Поле Его Понесет Начнет Туда Возвращать Это Автомобиль Вы Кстати Стоящий Наоборот Внутри Впазиной Его Даже Если Чуть Чуть Толкнуть Сместить Он Вернется Вот Поэтому Узлы Бывают Устойчивые Неустойчивые А Это Частный Случай Общего Понятия Устойчивости О котором Мы Поговорим После Теперь Давайте Посмотрим Что там С седлом Сейчас Я посмотрю Что там Со временем Сколько Заканчивается В 13 45 Ну В 5 Давайте Я тогда Коротко Потому что Вообще Это все Простые Очень Вещи И Основаны Просто На элементарных Средних Из линейной Алгебры Значит Седло Второй Случай Седло Лямбда 1 Пусть Будет Больше Нуля Для Определенности Лямбда 2 Меньше Нуля Выберем Опять Таки Координаты В которых Собственные Направления Совпадают С осями Но пусть Х Соответствует Направлению Лямбда 1 Которая Больше Нуля А у Соответственно Острелочку Не буду Рисовать А у Будет Соответствовать Лямбда 2 Которая Меньше Нуля Значит И вот Особая Точка В начале Координат Что мы Имеем Формула Та же Самая Только Вот эта Лямбда Стала Отрицательной Да Давайте Все же Формулу Верну Х Равняется С1 Е В степени Т У Равняется С2 Е В степени Лямбда Т И Лямбда Меньше Нуля Что важно Вот Ну как Всегда Подставляя С2 С2 Равно Нулю Мы Получаем Что Мы Получаем Вот эти Два Расходящихся Луча Подставляя Наоборот С1 Равно Нулю А С2 Не Ноль У нас Что будет У нас Тоже Будет Два Луча Только Здесь Поскольку Показатель Был Положительный Они Разбегались А здесь Поскольку Лямбда 2 Отрицательный Они Наоборот Идут Сюда Вот В чем Разница Значит Вот Эти Вот Прямые Составленные Из На самом Деле Из Трех Фазовых Кривых Один Луч Точка Другой Луч Один Луч Имеют Название И Называются Словом Сепаратрисы Ну А Слово Английского Сепарейта Точнее Латинского Вот Слово Они разделяют Плоскость На 4 Ну В этих В жорданных Координатах Квадранта В Нежорданных Они уже Не квадранты На 4 области А внутри Областей Как выглядят Остальные Вот представьте себе Если С1 и С2 Не равно Нулю А это Скажем Т А это Минус Т Это же Куски гипербол Будет Тогда То есть Это будут Вот такие Вот линии Которые Уже К особой Точке Не приближаются Ближе Чем на Какое-то Расстояние И Ведут Себя Вот так Ну и Естественно То есть Если Лямда Равно Минус 1 Это В точности Куски гипербол Если Лямбда Отрицательная Но по модулю Не единица Это Уже Не гипербола Как Квадратич Это Поверхность Второго Порядка Но Что-то Очень Похожее На нее Вот Такие Еще Траектории Называют Гиперболическими Или Седловыми Вот Вот Они Не Приближаются К особым Точкам Ни в прямом Времени Ни в обратном Вот Вот Как раз Смотрите Когда У нас Гамильтоновая Система И мы Брали сечение Проходящую Челюсть Седловую Точку Мы Вот Такую Картинку И получали Вот Здесь Она И получается А Узел Получить Нельзя С помощью Гамильтоновой Системы Вот По тому Заображению Которое Я вам Говорил Потому Что Там Траектории Заполняют Все И Эти Траектории Стремятся Все К одной Точке Значит У вас Будет Констант А Здесь Такого Не Получится Здесь Что Можно Сказать Что Здесь Значение Первого Интеграла Вот На Этой Сепаратрисе И на Этой Одинаковые Это Действительно Так Они Вместе Получаются Одним Сечением Представьте Себе Вот А Вот На Этих Констант На Этих Фазовых Кривых Уже Другое Значение Первого Интеграла Поэтому Он Существует Он Непостоянен Вот Вот Эта Сепаратриса По которой Они Разбегаются Называется Неустойчивой Значит Она Соответствует Положительному Собственному Значению Неустойчивая Сепаратриса А Сепаратриса Соответствующая Отрицательному Собственному Значению Зазывается Устойчивая Устойчивая Вот Вот Это Явление Что Сепаратрисы Появляются Оно Имеет Очень Интересное Продолжение На Многомерный После, наверное, в конце семестра, если останется время, потому что вам надо сейчас задачи решать, как раз-то задавальник. Вот, значит, осталось нам фактически рассмотреть не так уж много. Узел и центр. Узел и центр, комплексные собственные значения. Сразу мы их рассмотрим одним махом. Значит, здесь у нас β не равно нулю всегда. Альфа либо равно нулю, центр, либо не равно нулю, фокус. Большое спасибо, я сказал узел и центр, что ли? Фокус и центр. Давайте напишу. Что-то я стал заговаривать. Фокус, значит, альфа не равно нулю. И центр, центр. Альфа равно нулю. Значит, здесь можно поступить по-разному. Два способа есть, как минимум. Давайте матрицу А напишем, которую мы приведем с помощью вещественного преобразования. Можно тогда, соответственно, рассмотреть вот такую систему. Ну, х с точкой равняется альфа х плюс бета у. У с точкой равняется минус бета х плюс альфа у. Опять-таки, решать мы это умеем. Можно, например, взять, здесь очень просто написать уравнение, свести эту систему из двух уравнений к одному уравнению второго порядка. Помните такой способ я рассказывал? Ну, продифференцировать у еще, скажем, еще один раз. х, у с точки заменить на это, а потом у, помните? Вот. И решить. А второй способ, который мне нравится немножко даже больше. Перейти к полярным координатам. Давайте я его сделаю. Значит, х это р косинус фи, у равняется р синус фи, значит, р равняется корень из х квадрат плюс у квадрат, фи равняется аркстангенс у поделить на х. Давайте посмотрим, что даст в полярных координатах. Р с точкой. Дифференцируем вот этот корень, значит, он уйдет вниз и с двойкой, да? Но двойка сократится, значит, внизу будет р, а здесь будет х на х с точкой плюс у на у с точкой. Это я двойку здесь сократил с двойкой здесь. Давайте подставим то, что будет, то, что написано здесь. Получится х на х с точкой. Так, единицу на р сюда поставлю. х на х с точкой. Альфа х квадрат плюс бета х у. у на у с точкой минус бета х у плюс альфа у квадрат. Сокращаются средние члены. Получается альфа на р квадрат. Получается альфа р. Значит, р с точкой равняется альфа р. Очень простое уравнение. А фи с точкой дифференцируем аркстангенс. Ну, это производная аркстангенса. И надо умножить на производную вот этой внутренней функции. То есть, дробь у, х минус у, х с точкой на х квадрат. Х квадрат, перемножим в знаменателе. Будет единица на р квадрат здесь в итоге. И надо умножить на, тоже здесь написано. х умножается на у с точкой минус бета х квадрат плюс альфа х у. И минус у умножается на х с точкой. Альфа х плюс бета у. Опять будет сокращение. Значит, кто у нас сокращается? Сокращается вот это дело, да? И остается минус бета х квадрат минус бета у квадрат. Получается, на р квадрат, когда поделите, минус бета. Константа. Давайте я эту систему напишу отдельно. Значит, р с точкой равняется альфа r, фи с точкой равняется минус бета. Означает, что когда у вас время течет, у вас бета равномерно движется, только в некотором смысле в противоположную сторону, да? Когда t возрастает, если бета положится, то у вас от знака бета зависит. В ту или в другую сторону. А r как себя ведет? Если альфа равно нулю, то r константа. Вот мы и получаем с вами случай альфа равно нулю, центр. Значит, r с точкой равно нулю. r постоянные, а фи меняются. Что это получается? Система концентрических окружностей, правильно? Вот, в том направлении, ну или в другом, в зависимости от знака бета. Вот он, центр получился. Вот. А если у нас теперь альфа не равно нулю, ну тут опять-таки, либо альфа, это уже во мнении легко решается, первое, r от t равняется какая-нибудь c на e в степени альфа t. Значит, если альфа положительно, то r возрастает, если альфа отрицательно, то r убывает. Это и дает нам вот такие вот спирали. Ну, например, давайте r, а альфа меньше нуля. Вот у нас, я рисую окружность, как было бы, если бы альфа была равна нулю. Беру на ней точку, и теперь рисую относительно нее, что будет, когда альфа меньше нуля. А будет следующее, будет вот такая спираль, которая вот так вот пойдет. Ну и, естественно, это из всех точек так будет. Так. Ну да. Вот. Вот такие вот спирали. Значит, спирали, это спирали, наматывающиеся на особую точку. Альфа меньше нуля. И это называется устойчивый фокус. По той же самой причине. Если вы немножко сместились от положения равновесия, то она начнет вас крутить и приближать к нему. Вот. А альфа, давайте рядом нарисую. Альфа больше нуля, как вы понимаете, это будет наоборот спираль, это неустойчивый фокус. Фокус. Значит, это спирали, которые, вот если у нас окружность, окружность это как эталон, от которого мы будем отходить, альфа равно нулю. Значит, когда альфа было меньше нулю, то экспоненциально уменьшалось. А здесь наоборот. Здесь будет экспоненциально увеличиваться. То есть, это будет такое вот раскручивание. Все спирали, давайте-то здесь лучше нарисовать, стартовать раньше, чтобы, вот, все спирали вот так вот и раскручиваются. плохо я нарисовал очень. У нас так получилось у меня, что это спираль. Давайте я перерисую такое сплощение. Они, естественно, не могут пересекаться, спирали. А из моего рисунка следует нечто противоположное. Давайте я так аккуратненько, значит, вот у меня спираль пошла, и раз. Потому что здесь экспоненциальный рост, вот это не спираль Архимеда, а экспоненциальная спираль. Вот. Ну, а здесь она в обратном времени накручивается, как бы. Ну вот. А если, допустим, вторую возьму, то вот она вот так, и раз тоже пошла. Вот. Ну и здесь, естественно, через каждую точку везде эти спирали вот так вот идут. Вот. Значит, это неустойчивый фокус. Вот. Про центр нельзя сказать устойчивый-неустойчивый, надо уточнять. Мы когда уточним, что такое устойчивое, вообще слово устойчивость, оно столько значений имеет, даже в нашем предмете. Мы с вами только два типа устойчивости изучим. Асимптотическую и устойчивость по липунову, более слабую. А там бывает еще и устойчивость по биндексону, по еще кому-то. В общем, очень много разных. Вот. Вот. Центр – это некая такая нейтральная вещь. Если вы от центра сместитесь, вы, с одной стороны, не улетите далеко. Ну, насколько сместитесь, настолько и будете смещены, да? Но и не будете приближаться. Вот. Поэтому у нас окажется, что центр, он устойчив по липунову, но асимптотически неустойчив. Но это когда будут у нас на следующем занятии точные определения. Вот. Ну, хорошо. Значит, я программу свою выполнил. Это основные типы. Мы пропустили только два случая. Мы не рассмотрели случай, когда матрица А вырожденная. Ну, мы его и не будем рассматривать. Это, кстати, это, кстати, очень несложное упражнение для линейных систем. Именно для линейных. Я подчеркиваю, это несложно. Для нелинейных это как раз сложно. Потому что там нелинейные члены начинают играть роль. Вот. Вот случай, когда система линейная и матрица вырожденная, он вообще чем характеризуется? Там число положения равновесия бесконечно. Здесь одно, а там бесконечно. Понятно почему. Потому что у вас матрица, система, она вырожденная. Однородная система будет иметь бесконечное число значение. Значит, если ранг равен 1 у этой матрицы, то у вас линия, целая линия из положения равновесия. Но если ранг равен 0, это тривиально, это у вас система нулевая, каждая точка есть в положении равновесия, там нечего изучать. Вот. И еще мы опустили случай, когда вырожденный узел и вырождается он двояко. Лямбда 1, лямбда 1 равно лямбда 2. Давайте пару слов, быстренько скажу. Значит, вырождение узла. Лямбда 1 равняется лямбда 2. Равняется лямбда, я его так нарисую. Значит, два случая. Вырожденный узел, узел, когда жарданова клетка. И декритический узел, когда полное вырождение, когда она скалярная матрица. Ну, во-первых, декритический случай, кстати говоря, он детектируется легко, потому что, если матрица скалярная в одном батрице, она скалярная и во всех. Это тривиальная фактор линейной алгебры. такое может быть, только когда матрица, когда система изначально имеет такой вид. И тогда, как раз, вот это и будет тот пример, который я вам говорил. когда, скажем, лямбда, давайте я нарисую, когда лямбда положительный. Значит, вот положение равновесия, из него исходят всевозможные лучи, лучи прямых. Вот. Ну, когда лямбда отрицает, то стрелочки в другую стру. Это декритический узел. А вырожденный узел строен так. Там есть одно собственное направление, правильно? Вот. На нем, вот особая точка, через него проходит собственное направление. И все траектории касаются его. И вот либо так выглядят, опять же, когда лямбда больше нуля, неустойчивый вырожденный узел, либо стрелочки в обратную сторону, когда лямбда меньше нуля. Вот и все. Почему? Ну, это очевидно. А почему это так? Вы должны, ой, извините, я здесь сказал жерданого клетка, а написал ноль. Вот, единица, конечно. Здесь нужно просто уметь решать систему, которую тоже вы умеетесь. Вы на самом деле все это в прошлом семестре изучали. Вот. Вот такую лямбда и у. Вот такую систему можно решить. Можно, например, решить второе уравнение, поставить первое, ну, все. И убедитесь, что выглядит именно так. То есть, это я оставляю. Ну, и потом это во всех учебниках написано. Хорошо, ну, теперь у вас есть пища для решения задач этих самых изодавальника. Вы уже можете решать запущенную. Мы пропустили вот эту тему в конце первого задания. Помните? Ну, там называется четвертая, четвертая, рыбская 4 у нее номер. Вот. Вот это про это. И, ну, никак решать нелинейные системы с помощью этого. Это я на семинаре скажу прямо сегодня. Потому что там ничего такого сложного нет. ну, все. Спасибо. Да, вам тоже.